Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Новогоднее преображение. Анапа надевает праздничный наряд. На улицах курорта уже появляются зеленые красавицы. Навстречу здоровью. Анапская молодежь день борьбы со спидом отметила массовым пробегом. Шахматы в школы. Наш город присоединился к уникальному всероссийскому проекту. В Субсехском сельском округе подвели итоги работы за 2016 год. За этот период органы территориального общественного самоуправления провели огромную работу по благоустройству территорий, профилактике пожарной безопасности, организации массовых мероприятий и акций. Впереди огромный фронт работ. Подробности в сюжете. Это традиционный сход жителей поселков Варваровка и Павловка в конце каждого года. Именно на таких сборах подводят итоги проделанной работы, определяют круг существующих проблем и планируют новые перспективные начинания. Большую помощь в работе оказывают власти и предприниматели. Взаимодействие с депутатами всегда плодотворно сказывается. Если вы проезжали, видели около винзавода, где у нас детская площадка, уличные тренажеры установлены, 6 штук, не в каждом селе это есть, можем похвастаться. Сейчас построена почти готовая опорная стена для баскетбольной площадки. Я выиграла 300 тысяч на конкурсе краевом. И уже приобрели ограждение высотой 4 метра, щиты баскетбольные с кольцами и футбольные ворота. Будет размерами 28 на 15 баскетбольно-футбольная площадка. Это тоже вот это ТОСы, чисто ТОСы мы выиграли. Но мы бы ничего не сделали без помощи депутата, который будет монтировать это все. И у нас будет у ребят, у молодежи, к чему я очень рада, детская большая площадка. На встрече представители городской администрации, депутат горсовета Врешат Мачьян и исполняющий обязанности главы Субсехского сельского округа Сергей Миляев. От предпринимательского круга представитель проекта «Южный поток» Сергей Заматайлов. Основная задача органов территориального общественного самоуправления – это организация взаимодействия между всеми структурами. В Субсехском сельском округе эта работа отлажена до мелочей. Где бы мы, куда бы ни приехали, каким вопросом мы не занимаемся по Варваровке, мы все время пересекаемся с Врешашотовичем. Все время. То есть мы что-то со своей стороны, он обязательно технику делает. Либо он что-то делает со своей стороны, мы технику даем. Так что, реально, кого я постоянно вижу везде, это Наталья Николаевна и Врешашотович. Также на сходе рассмотрели вопросы о положении сельской администрации, ремонте дорог, решении энергетических вопросов и медицинского обеспечения сельского округа. Но самая актуальная и первостепенная задача – это газификация села Варваровка. Газ – вот это самое больное место. Жители все хотят, чтобы был газ. Ну, то есть проблемы можно, мы стараемся их решать. С помощью депутатов, администрации, конечно, обязательно. Представитель Южного потока Сергей Заматайлов пообещал селянам разобраться в организации газификации села и ускорить решение этого вопроса. В заключении встречи самым активным жителям были вручены благодарности от представителей ТОСа и администрации сельского округа. Ведь благодаря в том числе и их усилиям, внимания и заботе, субсельский сельский округ обретает не только развитую инфраструктуру, но и высокий статус среди других округов муниципального образования. Анапа вошла в топ-10 популярных зимних направлений. Исследование провел международный туристический сервис «Трипедвизор». Среди отечественных городов самые популярные – Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Анапа, кроме всего прочего, признана еще и самым бюджетным российским курортом в зимнее время, где средняя стоимость недельной поездки в районе 34 тысяч рублей. К сравнению, самое дорогое место для зимних каникул – Москва, где неделя в среднем стоит 73 с половиной тысячи рублей. Для нас отрадно, для всей курортной отрасли, что именно оценка независимая, оценка интернета. Это говорит о том, что мы смогли в этом году предложить людям то, что они ждали от нас. Это качественный, доступный отдых. Прежде всего, семейный. Несмотря на то, что лето закончилось, сезон в Анапе еще продолжается. Сейчас работает 36 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса. Также обширная программа новогодних туров. Ну и мы не забыли, уже приятная традиция. Второй год подряд от новогодней елки будут осуществляться пешеходные, доступные, бесплатные экскурсии для всех желающих. К слову, у Анапы есть все шансы подняться в этом рейтинге, так как курорт имеет всесезонную направленность. Здесь функционирует более 200 здравниц, около 80 из них круглогодичные. К тому же Анапа считается самым солнечным городом России. Здесь солнце светит до 300 дней в году. Также именно в межсезонье фитонциды, хвойных деревьев и морских водорослей оказывают самое благоприятное воздействие на организм человека. А ведь многие едут сюда именно за здоровьем. В первый день зимы на главных площадях города у Центра культуры Родины и у городского театра зажглись новогодние елки. Они ознаменовали собой начало большой работы по подготовке к подведению итогов года. Но у елок есть и более ответственная задача – дарить предновогоднее настроение и быть центром добрых встреч и местом для фотосессий. Поэтому главные красавицы предстоящего праздника бережно сохраняют весь год и обновляют убранство. Ну что ж, еще месяцок поживем в этом году и пора в следующий. И вообще надо не только Новый год отмечать, а и новое время года. Сегодня наступила зима. Почувствовать праздник первыми нам предложили работники культуры. Весь наш город, все люди уже готовятся к Новому году. И мы у себя в городском театре тоже уже украшаем елку. Это традиция. 1 декабря каждый год мы ставим елку, вешаем вот такие красивые шары, огоньки. Все это сделано уже покрашено своими руками. Зима она праздничная, яркая по настроению, белая по внешнему виду, если, конечно, Анапе повезет. И вся в подарках. И вообще зима – сплошной Новый год. Сначала месяц к нему готовишься, потом два месяца отдыхаешь. А Новый год – любимый праздник, въевшийся в подкорку еще с детства. Всякие там мандарины, запах елки, шумелочного базара, шаги Деда Мороза. И это предвкушение праздника уже живет в отдельных организациях. Вот МФЦ, например, уже встречает своих клиентов новогодним убранством. Чего не скажешь. О самых главных поставщиках хорошего настроения и подарков – Анапских торговых точках. Пора. Пора включаться во всеобщее настроение праздника, которое уже с фасада будет напоминать покупателям. Здесь их ждут. Накануне праздников, предновогодних праздников, Управление торговли провела совещание с руководителями предприятий. Мы обозначили перед ними задачу необходимости украсить все предприятия города, поскольку новогодние праздники – это радость не только для маленьких детей, но и для всех взрослых. Это ощущение радости, сказки. На сегодняшний день предприятие торговли мониторит предприятия потребительской сферы. Мы доводим до их сведения, как именно по рекомендациям администрации архитектуры города должны быть украшены предприятия, и куда они могут обратиться по данному вопросу. Город готовится встретить своих гостей и новой иллюминацией. Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной ассамблеи ООН отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день молодежь Анапы получает возможность пристальнее взглянуть на проблемы чумы 20 века, противопоставив ей здоровый образ жизни и знания причин ее возникновения. Традиционно в первый день зимы проходит легкоатлетический пробег «Беги со мной». Участники пробега неравнодушные к проблеме СПИДа. В этом году более 100 анапчан пробежали 2 километра по маршруту от Санатория Русь до Театральной площади. На финише ребята сделали утреннюю оздоровительную зарядку. Для всех участников акции на Театральной площади работала площадка Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Его сотрудники провели социологический опрос и раздали полезные буклеты. Интересуемся у второкурсников Анапского сельскохозяйственного техникума, что знают они о заболевании. На вопросы вместо ответа вчитываются в брошюры. Ты что-нибудь о СПИДе слышала? Да. Ну, например. Ну, слышала о том, что он передается половым путем, через зараженную кровь. Ты сегодня только из брошюры узнала что-то про СПИД или слышала раньше? Слышала. А что конкретно? Что передается половым путем сейчас. А вообще что несет с собой СПИД? Заболевания, смерть. Ранняя смерть, во-первых. Во-вторых, невозможность иметь детей. Также ребенок может зарядиться от матери. Все это ты узнала сейчас, прочитала про ШУД? Да. Организаторами мероприятия выступили Управление по делам молодежи, Молодежный центр 21 век, Центр патриотического воспитания молодежи Ратмир. Более 20 тысяч анапчан в этом году получили государственные услуги в электронном виде. Об этом наши телерадиокомпании рассказали в городском многофункциональном центре, отметив, что недоверие населения к электронному сервису постепенно сходит на нет, и все больше людей признают эту систему очень удобной. Сегодня, не выходя из дома, можно оформить заграничный паспорт, сертификат на материнский капитал, автомобильные права, получить информацию о наличии задолженности перед ведомствами или узнать состояние пенсионного счета. Всего более десятка услуг. Их получают через личный кабинет на сайте госуслуг. За два года на сайте электронного правительства зарегистрировались более половины жителей Анапы. В многофункциональном центре прогнозируют дальнейший рост числа обращений. Эта услуга очень удобна вообще в использовании. И, соответственно, эта услуга внедрялась как разгрузка не только многофункциональных центров. Эта услуга вводилась для того, чтобы облегчить, так сказать, обращение любых граждан Российской Федерации за получением той либо иной услуги. Когда человек обращается дистанционно, он проходит определенный порядок регистрации. И личный кабинет оформляется только в личном присутствии данного гражданина, который обращается именно со своим паспортом и именно со своим СНИЛСом. В школу номер 7 поступил первый комплект инвентаря, а также методические материалы для шахматных уроков. В числе 35 учебных заведений края наша семерка вошла в проект «Шахматы в школах». Он стартовал в ряде регионов России, в том числе Краснодарском крае. Задача – прививать интерес к древней игре с младших классов. Занятия будут проходить во внеурочное время для всех желающих, и такие ребята уже есть. Вот король не на своем цвете, а ферзь любит свой цвет. Директор седьмой школы иногда играла в шахматы с отцом. С тех пор кое-что помнит. Демонстрационная доска – часть комплекта инвентаря. Он скорее символический. Докупить доски и фигуры проблем не составит. Главное – методика. Занятие с АЗОВ. Назвать шахматный адрес знакомого предмета, потом задачи на съедание клубники определенной фигурой. Уже в конце – классические шахматные задачи. Я оцениваю это на пять с плюсом, потому что шахматы – это всегда хорошо. Практически минусов здесь нет. Может быть, даже плюс начинается с того, что это самый менее затратный вид спорта. Он дисциплинирует, он отрывает детей от компьютера, он заставляет логически мыслить. А там, где логика, там, соответственно, математика, физика, химия. Шахматные занятия будут вести школьные преподаватели в режиме факультатива, то есть для желающих и не на оценку. Одна из них – четвероклассница Диана. Это интересно, познавательно и увлекательно. Меня папа учит, мы с ним всегда играем, когда дома нечего делать, мы с папой всегда играем с ним. Ну, просто интересно, познавательно играть, ум развивает, интересная игра. Здесь же, в здании, занимаются ребята из детско-юношеской спортивной школы. Учащиеся следили за перипетиями матча, за мировую шахматную корону. Это может быть пробиваемая защита, но она очень хорошая, ее защита. Роман учится в первом классе. Первые ходы сделал год назад, играя с отцом. Когда пришел в школу, сразу заметил, что есть шахматный класс и записался в спортшколу. Ну, не знаю, мне просто интересно. Как-то так получилось. Взял шахматы и сразу понравились. Начал интересоваться ими. Педагоги говорят, что шахматный факультатив поможет выявлять талантливых ребят, которые смогут продолжить обучение уже по программам спортивной школы. Первые занятия по новой методике пройдут после зимних каникул. У желающих получить высшее образование в 2017 году два месяца на подачу документов. Выпускникам прошлых лет и студентам учреждений среднего профессионального образования, планирующим поступать в высшие учебные заведения и сдавать ЕГЭ в следующем году, необходимо подать соответствующее заявление до 1 февраля 2017 года. Управление образования обращает внимание, что установленный срок подачи заявления является единым для всех, и после него заявления о регистрации для участия в ЕГЭ не принимаются. При поступлении в высшее учебное заведение в 2017 году действительны результаты ЕГЭ с 2013 по 2016 годы. Регистрация участников осуществляется в Центре развития образования по адресу Анапу, улице Ивана Голубца, 13. При себе необходимо иметь оригиналы и копии паспорта и диплом о среднем общем образовании. И если имеется СНИЛС, подробности узнавайте по телефону в Анапе 466-41-50602 и 8-928-257-258-0. А я напоминаю, что наш генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2» приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова